Это Политбюро, здравствуйте, я Инга Мизеря, со мной на связи Марк Фегин, приветствую. Рад приветствовать, Инга, рад приветствовать зрителей канала. Давайте сделаем такой блиц, много важных тем. Давайте начнем с первой, что непонятно, состоятся ли переговоры Зеленский-Путин. Украина говорит, что готова к переговорам, но уже Владимир Зеленский не уверен, что они состоятся. Как вы думаете, после Бучи возможны ли вообще какие-то переговоры? А я и до Бучи считал, что по части того, состоятся ли переговоры с Зеленского и Путина персонально, я считал, что шансы близкие к нему. Я скептик в этом отношении. И считаю, что причиной здесь являются даже не какие-то военные события, в том числе геноцида Бучи, резня Бучи, а просто, что Путин, в принципе, не собирается ни о чем договариваться. Вот мое такое мнение. Поэтому это все была разводка, на мой взгляд. Попытка как-то сам факт переговоров использовать для то ли остановки санкций, то ли выигрыша времени, то ли каких-то там игр между Путиным и Генштабом. Потому что представитель внутри переговорной группы, генерал Фомин, например, генерал полковник, он заявлял о том, что вот на Киевском и Черниговском управлении мы, значит, отводим войска и, соответственно, снижаем военную активность, чтобы создать некую предпосылку для успешности переговоров. А, так сказать, ему оппонировали всякие Кадыровы и тому подобное. И в целом настроения были такие, что это всего лишь некая позиция там отдельных членов делегации, Мединского, там еще кого-то и так далее. Ну, я считал и считаю, что Путин никуда из своего бункера не поедет. Я могу ошибаться, не утверждаю, но мне так кажется. В любом случае, пока. Переговоры – это одно, а вот присоединение Луганской и Донецкой области к Российской Федерации – это то, о чем сейчас пишут многочисленные телеграм-каналы, о том, что вот переориентация Путина именно на это, там, не знаю, к 9 мая, например, или там захватить полностью Луганскую и Донецкую область, летом провести так называемый референдум и присоединить, то есть делать то же самое юридически, что с Крымом. Как вы видите эту ситуацию? У меня нет сомнений, что именно так оно и будет, потому что им надо очень срочно закрепить этот результат для себя, юридически. Конечно, в мире никто этого не признает, никогда не пойдет, но в силу доктрины, которой придерживается российское руководство о безусловной защите и безопасности территории, юридически оформленной территории Российской Федерации, чем больше территорий прямо сейчас будет присоединено, тем проще будет закрепить этот результат и уже отталкиваться от этой позиции. Я думаю, что призом является расширение до границ Донецкой и Луганской области, нынешний самоправозглашен ДНР и ЛНР. Но это тот кусок, который можно уже смело присоединять, естественно, вместе с Мариуполем, с выходом к морю и Бердянском и так далее, для того, чтобы накрыть это ядерным зонтиком. И под предлогом, что вы теперь не можете вести против нас боевых действий, иначе мы применим ядерное оружие. Ну, что-нибудь такое. Риторика будет где-то похожая. Быстрее добиться этого результата. Естественно, никаких реверендумов нет, никто ничего не решает. Все это чушь, конечно. В России, в принципе, никого не спрашивают ни о чем. Это будет односторонний акт Путина и его окружения по захвату территории и присоединению к России. Просто и больше ничего. А если не получится? Мы понимаем, что есть еще месяц, но это можно говорить еще месяц, а можно говорить всего месяц. Наша оборона успешная в Луганской и Донецкой области. Если не получится у них, что будут делать? Какой план был Путина? Не получится только, если будет военный успех у Украины. Потому что военное поражение здесь, оно обернется политически непредсказуемыми последствиями внутри России. Потому что, если представишь, например, войска вооруженных сил Украины ворвутся в Донецк, например, ну, мы берем крайнюю историю, или в Луганск, ну, каким-то маршем быстро погнав какую-то часть, вонзившись клином туда, то совершенно вообще в растерянности окажется Москва. Потому что не очень понятно, о какой референдуме где проводить. На сегодняшний день это признанные самопровозглашенные территории. Естественно, конечно, абсолютно мы находящиеся в оккупации все эти 8 лет, и ни о чем-то юридически говорить нельзя. Но картинка будет неблагоприятствовать никакому референдуму. Потому что если у тебя Донецк и Луганск захвачены, например, то о каком референдуме речь? То есть ты можешь объявить, что прошел референдум, там, не знаю, год назад. И поэтому это наша территория, уходите с нее. Но еще раз повторяю, тут картинка имеет значение, ее нельзя смазать. Она должна быть результатом достижения военной победы. То есть мы освободили оккупированные Украиной территории Луганской и Донецкой области, какие они закреплены в их представлении в Конституции, хотя там не совсем так. Конституции ДНР и ЛНР, кстати. Там фиксируется территория на момент занятия ее. Там, например, на 23 февраля, какой она была. Но это, опять же, все. Территорика абсолютно никчемная, поскольку для Москвы это вообще никакого значения не имеет. Документы, юридические положения. Все это пустота. План Б его нет. А какой план Б? Если военное поражение будет нанесено, никакого плана Б нет. Нельзя будет прийти и сказать, да, они захватили Донецк и Луганск. Можно это отрицать какое-то время. Но говорить о том, что это все равно мы защитили Донбасс от нацистов. В случае военного поражения такого плана Б нет. А он один и единственный. Добиться военного успеха. Выйти на границу Луганска на Ленинской области. И только тогда референдум будет осмысленно. Что будет с Херсоном, тоже непредсказуемо. Потому что, признаться, там ситуация неопределенная. Может случиться так, что Херсон-то и вообще освободит ВСУ. Потому что там очень крепкие позиции. И сама география, я бы сказал, может поспособствовать уже на всем Украине в возвращении контроля над Херсоном. Я думаю, основная ставка делается именно на ДНР и ЛНР в границах Луганской и Донецкой области. Вот мы с вами об этом говорим, да. То есть мы понимаем. Но ведь в Европе, в Соединенных Штатах Америки, в НАТО сидят не менее умные, а может быть более умные люди. А они же это все видят и понимают. И вопрос о том, чтобы предоставлять Украине все-таки то вооружение, которое могло бы помочь нам освободить полностью Луганскую и Донецкую область, почему-то постоянно как-то висит в воздухе. Все перекидывают друг на друга эти решения. Там бывшие генералы из Соединенных Штатов Америки говорят, обязательно надо давать, только пусть не Америка, а Европа это делает. И вот почему? И где предел терпения? И какой план для коллективного Запада, для Украины? Может быть, их устраивает? Вот чуть-чуть накормить, я не знаю, злодея Луганской и Донецкой области? Нет, я не думаю. Я все-таки не думаю, почему. Они же публично говорят, почему они этого не делают. Если мы говорим об администрации американской или любой европейском правительстве, они говорят, мы боимся прямого столкновения с российскими вооруженными силами, с тем, что мы поставим там систему ПВО, крылатые ракеты, тяжелое вооружение, гаубичную технику, бронетехнику, которая, конечно, на порядке, на какие-то невероятные порядки, лучше того, чем располагает российская армия, и это было бы почти решающим фактором успеха действий ВСУ. Это мы понимаем. Но они боятся Третьей мировой войны, они боятся то, что действительно этот безумец возьмет и шарахнет по Варшаю, например, ракетой с тактической боеголовкой, понимаете? Они же не скрывают, они же называют причину. Если бы они что-то, какие-то тайные, какие-то соображения были, какие тайные? Они боятся втянуться именно в такой конфликт, который приведет прежде всего к обмену ядерными ударами. А что помешает сейчас Российской Федерации ударить по Варшаве или куда-нибудь в Львовскую область с тем, что это облако перейдет на Евросоюз? Что? Ну, видимо, какие-то обмены там идут. Между Вашингтоном и Москвой какие-то обмены идут, как я это подозреваю. И Москва ставит свои условия, при которых она не будет делать чего-то. И Запад берет на себя какие-то обязательства по части того, что он не будет делать в случае, если Москва не будет делать со своей страной. И предмет переговоров – это именно ядерная война. Я думаю, об этом речь идет. И, возможно, поставлены условия. Да, вы поставляете вооружение, конвои. Мы их не бомбим. Мы грозим, но не бомбим. Но если вы начнете, конечно, поставлять серьезное вооружение ПВО и тогда, с которым мы справиться не можем, потому что у России просто не станет самолетов, не станет всех этих ракет крылатых. Поражение, радиус и эффективность 90 с лишним процентов. Практически все. Украина приходит бомбить, потому что эти средства, они гораздо эффективнее, чем все, что есть у России. Это факт. Мы видим и понимаем, о чем идет речь. Я читаю экспертов американских. Они хохочет, катаются по полу от российской армии. Они говорят, что это просто не армия. То есть, в любом столкновении с натовскими частями, ну, проще американскими, военными американской армией, ну, это сутки, их просто нет. Потому что вообще не армия, это какой-то сброд. Я думаю, что это так и есть. Я думаю, так и есть. Я просто думаю, что действительно договорились, что какие-то виды вооружений не поставляются, тогда угрозы ядерной войны и прямого столкновения не будет. Марк, ну, смотрите, каждый раз, может быть, вот сейчас, если шестой, седьмой пакет санкций вводят, да, российская экономика рушится. Вот там Путин говорит, ага, значит, вы еще санкции вводите, значит, мы по вам ядерным оружием. Значит, вы там что-то еще делаете, а мы по вам ядерным оружием. То есть, понимаете, этот... Ядерный шантаж. Да, ядерный шантаж, он может быть вообще по любому поводу. Ну, просто по любому поводу. Так чего уже тогда бояться? Вы правы, но я думаю, что здесь, видимо, может, это иллюзорно, но все-таки договоренность именно о военной части, а никак не о других действиях. Например, сейчас американцы заморозят 300 миллиардов долларов российских резервов ЦБ. И Москва не может расплачиваться по долгам, которые проценты она должна платить, по заемам из этих денег. Минфин уже отказал американские. Это сегодня была новость. Но это уже давно, кстати. Они сказали, что вы не будете эти деньги использовать ни на что. То есть, фактически просто взяли и 300 миллиардов забрали. Долларов. Американцы. Ну, как бы они в ценные бумаги вложены, в американские ценные бумаги, в частности. И им говорят, а вы считаете, что у вас их никогда не было? Вот. Но это же не становится предлогом для, так сказать, удара по Вашингтону. Я думаю, что в этой теме есть некая понятийная история, что мы можем любые санкции вводить. Вы можете отвечать такими же любыми санкциями. У нас там имущество американских компаний, европейских компаний тоже немало находится на территории России. Правда, от нее толку никакого. Потому что это же не только компания, технологии. Это много чего. Ты можешь захватить Макдональдс, но выпускать там, не знаю, пирожки с котятами. То есть, это все же бессмысленные ресурсы. Но, тем не менее, у вас остались наши деньги, у нас ваши и так далее. Но я думаю, что в условиях этого шантажа ядерного, это очень такая тонкая история. Если Путин воспримет любые действия и захочет шантажировать так, с другой стороны, им есть же чем ответить. Ну, хорошо. Вы ударите по вашей. Мы испепелим Россию. Мы закидаем ракетами. И что? Дальше-то что? А вот тут начинается уже с российской стороны. А действительно, а что дальше? Потому что несопоставимый потенциал. На все бункеры, какие только есть в России, упадут гигантские атомные бомбы, и никто не спасется. Никакие Путина, никакие Кабаева и так далее. И что тогда? Поэтому здесь тоже это такая игра. Ты можешь шантажировать, шантажировать. Сказать, что теперь столицей России будет Вашингтон. Или я пущу ядерную ракету. Я больной, я мыло ем по вечерам. Я псих. Все, что хочу, то и делаю. Ну, в какой-то момент наступает граница. Отходит старичок Байден, 80-летний, и выходят такие генералы, которые мечтают забомбить все ракетами. Там тоже есть ястребы. И дикие ястребы. И вот тут не очень понятно тогда, ради чего все. Сразу проступают те смыслы, что какой-нибудь начальник, комитет начальника штабов МИЛИ звонит Герасиму и говорит, ну, если будет так, ну, что делать? Ну, значит, мы сделаем вот так. Никто от этого не будет счастлив. Поэтому я думаю, у ядерного даже шантажа Путина есть какие-то границы. Есть красные линии, которые он прочертил, но и ему прочертили. Потому что может дойти и до превентивного удара со стороны Соединенных Штатов. Там это обсуждается сейчас доктринально. Поэтому, если вы переходите на этот язык, то вы закончите еще хуже. Все это звучит как полное безумие. Но, тем не менее, мы живем в этом и понимаем, что источником причины является один всего лишь безумный старикашка 70-летней, который, значит, решил таким образом отправить всех вместе с собой в онкологический рай. Куда он, возможно, отправится раньше всех нас. Никакого другого здесь причин нет. Вот. Поэтому у всякого шантажа все равно есть пределы. В какой-то момент он перестает шантаж работать и обращается против самого источника этого шантажа. Понимаете? Еще один вопрос по поводу Китая. Сейчас аналитики пишут, что Китай может потерять 4 миллиарда долларов на вот этом вот изменении шелкового пути, в который он вкладывался длительное время. И вот этот вот путь через Россию, через Беларусь сейчас уже частично прекратился. Теперь он в Китае будет больше зависеть от морского пути, а тут уже от Соединенных Штатов Америки и Великой Британии. Вот, опять же, тут анализ, давайте, экономически-политический. Что делать Китаю и не начнет ли он приструнивать, может быть, Российскую Федерацию, чтобы не терять деньги? Вот невозможно ответить, насколько Путин готов воспринимать какие-то требования или советы со стороны Пекина по этой части. Мы не очень можем судить, потому что последние шаги Путина, ну, по существу ведь публично Китай заявляет, что не поддерживает этого ничего, что он придерживает с точки зрения, что Украина вправе сохранить свою суверенитет и территориальную целостность. И военного решения не одобряет, не приемлет. Конечно, Китай будет нести какие-то потери, но они не сопоставлены с потерями, которые могут возникнуть в случае, если Китай поддержит Москву. Военные поставки, продукции двойного назначения, публично, настолько сильно, чтобы это можно было трактовать как военный союз Пекина и Москвы. Я не понимаю, зачем Пекину поддерживать Путина. Честно говоря, ему, наоборот, выгодно ослабление Москвы и власти в Кремле и вообще всей России, поскольку она же пища, она не… это, в общем, питание для Китая. Они же, в общем, спят и видят, как захватить безболезненно, без претензий к ним, но Восточную Сибирь, Забайкаль, Дальний Восток, почему бы и нет? Это для них алкаемая такая… такой приз. И если Россия слабнет, им от этого хорошо. У России скоро не станет армия, не станет вооружения, нет технологий. Зачем ей помогать, чтобы она получила геополитическое достижение в виде захвата еще и Украины? Смысла никакого. Да, для Китая важно ослабление США, но они прекрасно понимают, что это очень относительная первая такая победа, если Украина будет сдана в пасть в Москве, потому что не факт, что это еще произойдет, а тем более в связи с последними неделями и событиями в самой ходе боевых действий в Украине это не прорисовывается же пока. А во-вторых, за это же можно понести очень тяжелые всякого рода издержки понести, потому что американцы уже сказали, будете помогать. И 750 миллиардный товарооборот Пекина и США, его может не стать. Ну, а ради чего тогда такие риски? Зачем? Чтобы что? Потому что Китай, кстати, историческая страна, склонная гражданским войнам. И любое изменение, колебание полуторамиллиардного Китая в экономическом плане может вообще создать условия, при которых у Китая начнутся экономические проблемы, а Китай как бы идет через разную полосу кризисов, но преодолевает ее, кстати, очень хорошо. И потери 4, 5, 10 миллиардов от шелкового пути по сравнению с тем, что можно потерять в виде товарооборота, благожелательного, благосклонного экономического характера отношений с Европой, с Америкой они напряженные, но все равно, это все равно главные экономические партнеры. Что на весах? Чтобы помочь удовлетворить амбиции Путина, чтобы что? Чтобы Москва усилилась и перспектива захвата Западной Сибири, Восточной Сибири и Дальнего Востока отодвинулась еще на 100 лет? Я думаю, Китай очень заинтересован в ослаблении России. Очень-очень. Америка далеко, а Китай граничит через Амур с Россией. Поэтому я бы сказал, что Китай и дальше будет держаться на дистанции и поддерживать победителя. Но не за свой счет. Марк, большое вам спасибо. С нами был Марк Фегин. Оставайтесь на нашем канале. Не забывайте подписываться, лайки, комментарии. Я, например, с вами прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok